Музыка Сергей Вячеславович, вопрос от Сергея Ивановича Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, сколько времени необходимо для изучения мозга человека? Одного мозга. Спасибо! Спасибо! И для нас мозг очень ценен. И представим себе, о чудо, было разрешено мозг этого выдающегося деятеля извлечь и пустить на научные исследования. Таких мозгов по всему миру пропадает тысячи ежедневно от выдающихся людей. И человечество теряет на этом бесценную информацию. Но, допустим, что у нас случилось чудо. И у нас такой мозг получился. Что? Ну, во-первых, его надо зафиксировать как следует. Поэтому желательно пораньше извлечь и, если есть условия подходящие, промыть его, соответственно, через сосудистую систему специальной технологии, тепленькими растворами, имитирующими кровь. И ввести туда фиксатор. Это в идеале. Но идеала не бывает, как вы понимаете, очень часто. Это происходит просто методом покружения мозга в соответствующей форме. Потому что мозг очень нежен, мягкий, очень близок к воде по плотности. И он деформируется. Поэтому его подвешивают обычно. Ну, если не в марлечке, то в специальных конюлях, которые вот так погружают в фиксирующий раствор, которые регулярно меняются в высокой интенсивности. Потому что мозг большой, профиксировать его надо быстро, чтобы он не испортился. Значит, обычно фиксация проходит несколько месяцев. Обычно пару месяцев, чтобы это всё было хорошо. После этого мозг человеческий отчаялся от оболочек. Это отдельная тщательная работа. Снять все оболочки твёрдые, мозговые. В моём атласе мозга человека можно посмотреть. Их там много, они твёрдые, сложные. Всё не так просто. Вот их надо его очистить от этих оболочек. Убрать все сосуды, которые будут мешать. И после этого мозг фотографируется со всех сторон. Ну, естественно, он взвешивается после смерти, после фиксации, для того, чтобы оценить величину компрессии, сжатия. После этого мозг разрезается на блоки. Это в книжке даже у меня показано «Изменчивость и гениальность». Там в конце есть картинки специальным мокротомом на одинаковые блоки. Обычно делается таких блок 4 из мозга. И если мы говорим о фронтальных, то есть поперечных срезах. И дальше каждый из этих блоков заливается в парафин, смешанный с воском, разной плотности. Почему? Потому что нам нужно сделать из него тонкие срезы. И по старой технологии, которой я пользовался много лет. То, что годит, называется потом «Цвета архитектоника». Эти блоки, залитые в парафин, заливка эта происходит тоже не одну неделю, а довольно долго. Их надо делать срезы. В среднем на мозг человека надо сделать срезов большого размера, вот таких, около 6,5 тысяч. Если мы берем достаточно толстые срезы, которые годятся для цитоархитонических исследований и оценки размеров границ полей. На это тоже уходит в среднем на такой мозг, примерно красится каждый сороковой срез, это примерно через миллиметр. И поскольку средний размер мозга у нас, значит, примерно 170 миллиметров, значит, примерно у нас получается для приблизительной оценки 170 срезов больших, которые надо, соответственно, покрасить. Ну, а краска, вы видели в наших записях лабораторных, это обычно 18-20 операций с каждым срезом и заключение после края краски красителями в бальзам. И это предварительное занятие тоже занимает где-то около года, как минимум. Работа двух людей, обычно два человека этим занимаются целый год и готовят такую серию. Мы еще ничего не изучали, а уже потратили два года. Почему? Потому что это подготовительная работа с материалом. А после этого должен быть очень квалифицированный специалист, который разбирается в цветоархитектонике так же хорошо, как в собственном кармане, пустом. А не дай бог, с деньгами будет все намного сложнее. Потому что ему надо различать области. Не те, которые видны на томографиях. Это можно научить моего попугая их разбирать. Не об этом речь идет. О тонких цветоархитонических развитиях, которые я привожу в книжке «Изменчивость и гениальность» для определения границ полей. Таких полей больше пяти десятков основных. Я уж не говорю про подполя. То есть, во-первых, такого человека найти довольно проблематично, мягко говоря. Передавать это искусство в общем-то уже некому. А по книжкам научиться практически невозможно. Так что это умирающее направление, на самом деле, которое непонятно, как придется восстанавливать через столетие, когда наконец-то до людей дойдет, какую ценность мы теряем. И дальше, значит, если изучить вот из этого мозга хотя бы пять полей, оценить их количественно, на старыми методами на это уйдет полгода, а ну, современными, несколько месяцев. А если весь мозг, то, я думаю, года три-четыре работы двух людей как раз уйдет. Так что перед нами перспектива такая. Один мозг, работа двух лаборантов два года и пара специалистов еще лет пять-шесть. Причем это интенсивно, по девять часов в день. И тогда мы получаем более-менее известную картину. Соотношение структуры, областей мозга, которые можно сравнивать с другими. Поэтому представьте себе, сколько труда было вложено в те скромные строчки, которые написаны в книжке «Изменчивость и гениальность», если там так обработано около пятидесяти полушарий мозга человека. Именно по этой причине ни в какой Америке, ни в какой Европе подобных серий никогда не делалось. Трудозатраты колоссальные, а выход более чем скромный. Он может уместиться в отчеты с пяти страниц. Вот почему человеческий мозг так медленно и плохо изучается. А все эти псевдокомпьютерные подходы или томография с липовыми функциональными полями, построенными на разных принципах дискриминации активного кровотока в мозге, в общем не приносят никакого результата. То есть, к сожалению, такие проекты рассчитаны на десятилетия. И начинать их без, например, я бы с удовольствием начал. Но где гарантия, во-первых, что через 10-15 лет это будет кому продолжать? И где гарантия, что с этими коллекциями не поступят, как поступали во многих институтах, где занимались светоархетектоники? Я сам видел, как уничтожались колоссальные коллекции, собранные многими поколениями исследователей. Или я не хотел бы затратить колоссальные силы, чтобы они закончились таким же печальным результатом? Так что работа двух людей на протяжении 5-7-8 лет и будет являться, скажем так, сопоставимой по результатам с тем, что описано в моей книжке «Изменчивость и гениальность» в отношении одного-единственного мозга. Там это было дело быстрее, потому что каждой областью мозга занимался высококлассный специалист, такие как Филимонов, Коннова, Блинков, Чернов, Зворыкин, которые, собственно говоря, по кускам делали эту колоссальную сложную работу. Поэтому такая работа на самом деле выполнима, но на сегодняшний день почти не выполнима. Даже в том плане, как в начале 20 века, ни по деньгам, ни по затратам, ни по специалистам. На этом до свидания. Редактор субтитров А.Семкин